вот представьте себе систему представьте себе систему ну например выгашную заходят они к джоу на стрим а джоу там кричит в г говно и в своем стиле они такие сики и 5 10 и сидит какой-нибудь новый собственник который вдруг слышит как джоу говорит рассказывает всем он думает о матери разработчика этот разработчик такой глянет когда-нибудь сколько у него там копеечек в кармане и подумает так где там это джоу заблочите нахер его аккаунт навсегда и следите за всеми его стримами по этой игре каждый его стрим как только он выходит под каким-то ником иванов петров сидоров то есть это персона нонград во первых за то что он оскорбил мою мать во вторых за то что он оскорбил нашу компанию третьих за то что он несет негатив в умы одних игроков относительно других убытого товарища больше не было и вы думаете в г много потеряет если такой блогер исчезнет до понты но вот эти их там сидят чуваки которые мониторят мониторят всю всю ситуацию вы смотрите вот сейчас я на ю тубе чего-нибудь не то скажу и легко youtube мне тут заблокируют также и вы грешники могут на определенные слова и словосочетания там вот они пишут можно цензуру себя включить зачем ее включать раз цензура работает значит их техника эти слова вылавливает они могут сказать так ребята завтрашнего дня за слово жопа перманентный бан мы решили завтрашнего дня как это в моей игре хотим видеть только культурных людей или на нашей площадке должны быть люди которые уважают друг друга игроков так далее том подобное за это вам дифференцированное вхождение в команду таких же как и вы там так далее том подобное короче любую херню и сразу все закончится закончится взаимные притязания закончится там люди начнут себе в руках держать и мы начали с чего по поводу артиллерии и к артиллерии будут относиться вот сейчас я стал да там на этом на как его называется на немцы который не очень быстрый ко мне сюда сейчас еще подъедет 2 стежки и в чате напишут куда тебя подтолкнуть чтоб ты нам помог а я им скажу а мне надо вот там на один и они мне туда затолкают и оттуда я буду вести прицельный огонь то есть людей мировоззрение поменять вообще легко можно но с учетом того что мировоззрение людей легко меняется стоит ли на него обращать внимание сегодня поменяли в положительную сторону завтра в херовую каждый раз приспосабливаться тоже ничего хорошего волоть насчет того что в суд подать вот смотри тут такая канитель перманентный банк тебя могут закинуть даже просто если ты хороший игрок просто и ты в суде ничего не отстоишь потому что соглашение тут есть такая галочка и подписываешь соглашение и по этому соглашению все что находится в этой игре вот эти танчики шманчики все это принадлежит компании в wargaming это их интеллектуальная собственность не твоя вот в чем хитрость поэтому в суд можно подавать сколько угодно почему не нарушают если есть перманентный бан за оскорбление почему же не нарушает очень даже нарушает вот зайди в какой-нибудь кафе закажи себе там еду и необоснованно начни рассказывать что там соли тебе мало еще что-то и при этом херами обложи хозяина его родственников поваров родственников поваров охранников и его родственников и так далее там подобное ну такое же не прокатит а по большому счету чем кафешка какая-то отличается от этого мира игрового но с той точки зрения если ты переходишь на личности вообще ничем можно много конечно рассказывать за это виртуально не витой да мы так уже живем если вот представьте если мы находимся здесь хотя бы даже три часа в день три часа в день в этой игре это три часа из нашей жизни 8 часов мы в лучшем случае спим и бодрствуем оставшееся время а это получается пятая часть то есть это уже реал это реальное реальное времяпрепровождение реальная там жизнь потрачена и все такое я вообще как бы выступал бы за то что вот ты написал неважно где на любом сервисе сейчас это все кричат там защитой там как этих личных данных да там они не должны быть где-то там распространены и все такое то вот вообще должны должны если ты сам куда-то полез то значит а тебе должно быть сказано все написал эсэмэску вот там в игре даже да а там должен сразу высветиться иванов иван иванович такого-то года рождения имеет двух детей совершеннолетних или несовершеннолетних столько-то раз привлекался там 5 10 чтобы человек понимал что он под колпаком и вел себя прилично а там свобода слова свобода еще чего-то там свободу слова и чего-то там можно давать людям если они адекватные они к сожалению к сожалению сразу начинают считаете лишнего